Почти неделю в Оренбурге действует новая схема движения общественного транспорта. Около 700 жителей обратились с жалобами в первый день ее работы. Нехватка автобусов, длительное ожидание и путаница в номерах маршрутов. Вот какие результаты обозначили оренбуржцы. Старые не оставили, теперь мы путаемся как котята. Мы помним все старое, а новое ничего не помним. Поэтому, ну, это что такое? Вообще нет, неудобно. Реже стало ходить. Долго ждут люди. Особенно утром здесь прям толпа народу стоит. Вот утром в час пик, в 63-й ждали 40 минут вот на этой остановке. Не знаю, в чем дело. В 63-й плохо ходит. Какие жалобы мы видели в первую очередь в четверг и в пятницу, то есть 1-2 числа? Недостаточно количества автобусов на 80-м маршруте. В связи с этим, с сегодняшнего дня на 6 больших автобусов там работает больше. Были жалобы по южному поселку на маршрут номер 10 и ряд обращений было по улице Терешковой. Со всеми перевозчиками было отработано, доведена информация как до перевозчиков муниципальных, так и до частных. Многие жители выступают против реформы. Особенно оренбуржцам не понравилось время, выбранное для нововведений. Однако первый заместитель главы города Оренбурга заявил, подходящего времени для подобных преобразований в целом не существует. Дело в том, что время, к сожалению, всегда бывает неудобным. Да, вот сейчас у нас, ну, на улице ноль, прохладно. Через два месяца у нас будет лужи, дождик будет идти. Летом у нас будет жарко. Осенью нам надо идти в школу. И так далее, и так далее, и так далее. По результатам первых дней одним из самых востребованных оказался маршрут 80Н, бывший 67-й. По словам Алексея Кудинова, по вопросам его работы от горожан пришла масса обращений. Пассажиропоток оказался значительно больше, чем ожидалось, вследствие чего приняли решение выпустить дополнительный транспорт. Дело в том, что расчет и интервал, и количество автобусов рассчитывали из той информации, которая была по предыдущему перевозчику. В настоящий момент мы увидели, что по результатам работы первых двух дней, что действительно автобусов не хватает. И, как я уже сказал, с сегодняшнего дня дополнительно работают шесть автобусов на 80Н. Их в общей сложности 26. Соответственно, дальше мы его также будем мониторить. Ранее жители сообщали об отсутствии схем маршрутов на остановках. А не у каждого есть возможность воспользоваться интернет-ресурсами. Решение проблемы найдено. Помимо схем на остановках, также создан и карманный вариант памяток. Их будут распространять через учреждения социальной сферы и управляющие компании. Вот эти вот схемки мы сейчас уже заказываем в типографии. И они будут до конца недели отпечатаны. На остановочных павильонах появится схема маршрутов. Номера маршрутов, схема маршрутов. Уже не ссылкой на интернет-ресурсы по QR-коду, где можно пройти там Яндекс.Карту, посмотреть схему. А непосредственно уже сама схема будет размещена дополнительно на остановочном павильоне. Доступные для всех слоев населения схемы движения общественного транспорта уже направлены в типографию. А пока находчивые оренбуржцы нашли свой выход из данной ситуации. На остановку города все чаще можно встретить самодельные графики движения автобусов. На них указан не только новый, но и старый номер транспорта. Также отрегулирована и работа онлайн-карт. Сообщалось, что данные, отраженные в приложении, некорректны. Алексей Кудинов объяснил причину возникновения данной проблемы. Сегодня на линии муниципального, только муниципального транспорта чуть больше 150 единиц, в картах показывает 100. Соответственно, не все данные пришли именно туда, в Яндекс.Карты. Сейчас эта история вся отрабатывается. И в том числе мы начали на совещаниях уже переговаривать со всеми частными перевозчиками, чтобы они, начиная с 1 февраля, заключили соглашение и начали передавать также данные в Яндекс.Карты. Напомним, транспортная реформа вступила в силу с 1 февраля 2024 года. Усовершенствование общественного транспорта все еще продолжается. Наладить работу автобусов мэрия надеется в течение семи дней. Граждане же могут сообщить о жалобах и предложениях в диспетчерскую службу по транспорту. По номеру 30 40 40. Алена Годяева, Артем Магишев, телеканал ЮТВ.